Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В этом уроке мы рассмотрим несколько правил, без которых стабильно зарабатывать на финансовых рынках не получится. Речь прежде всего пойдет про управление рисками и своим капиталом в процессе торговли. Итак, трейдинг – это не только ваш торговый счет, та стратегия, которую вы выбрали, и кнопки «продать или купить». Это прежде всего эффективное использование вашего торгового капитала. В прежних уроках мы уже знакомились с понятиями стоимость пункта и маржинальное обеспечение. Ваша задача состоит в том, чтобы правильно рассчитывать допустимые риски на каждую сделку и не превышать их. Риски напрямую зависят от объема открываемой позиции и стоимости пункта, который, как вы должны помнить, зависит именно от объема сделки. Существует заблуждение, что финансовые рынки и работа на них неизменно связаны с огромным риском, и даже если получится заработать с помощью трейдинга, то обязательно ценой потраченных усилий и нервов. На самом деле секрет кроется в эффективном управлении своим капиталом. Что и связано с риск и манни-менеджментом. Приведем простой пример. У вас на торговом счете находится 10 тысяч долларов. Вы можете открыть сделку объемом 0.1 лота, тогда стоимость пункта будет составлять 1 доллар. То есть, если цена пройдет 20 пунктов против вас и сработает стоп-лосс, вы потеряете 20 долларов. Если же вы откроете сделку объемом 10 лотов, то каждый пункт движения цены будет стоить для вас 100 долларов. И в случае ухода котировок на те же 20 пунктов, потери составят уже 2 тысячи долларов. Наверное, не стоит объяснять, какой вариант гораздо сложнее принять с психологической точки зрения. Сделка во втором примере может стать началом полосы неудач, только потому, что вначале были сделаны неправильные расчеты, что может спровоцировать желание поскорее вернуть утраченное и продолжать использовать тот же или еще больший объем. Сделка же из первого примера с допустимым объемом никак не отразится на состоянии вашего торгового счета. И с помощью следующей правильной и прибыльной сделки вы с лихвой перекроете понесенные ранее убытки. Итак, перед тем, как приступить к торговле на реальном счете, зафиксируйте на видном месте следующие правила, которые позволят учиться безболезненно и двигаться к цели небольшими, но правильными шагами, стабильно зарабатывая торговлей на финансовых рынках. Первое правило. Ставьте стоп-лосс. То есть ограничивайте возможные потери в каждой сделке, при этом потеря за одну сделку не может превышать 1% от вашего депозита. Вдумайтесь, нужно совершить 100 убыточных сделок подряд, чтобы остаться без депозита, что на практике невозможно даже без наличия торговой стратегии, просто из теории вероятности. И уж тем более исключено, если у вас есть торговая стратегия, которая была проверена на истории или на демо-счете. Риск на сделку не превышает 1%, но может появиться соблазн открыть несколько подобных сделок. Поэтому следующее ограничение – не больше трех убыточных сделок в день. Если это происходит, значит движение на рынке в этот день вам понять не удалось. Возможно, ваша торговая стратегия не подходит под конкретный день и условия рынка. Это не повод отчаиваться, а лишь возможность провести работу над ошибками. Но после трех убыточных сделок ваше психологическое состояние не позволит объективно и адекватно оценивать ситуацию на рынке. И риск ошибиться в следующих трейдах возрастает в разы. Поэтому и нужно взять паузу до следующего дня или потренироваться на демо-счете, даже если появятся очень привлекательные, как вам кажется, условия для входа в рынок. С ограничением риска за одну сделку и риском на день мы определились. Также отнюдь не лишним будет определиться с максимальными убытками на неделю и месяц. Например, вы можете потерять не более 3-5% от депозитов в неделю и до 10% в месяц. Именно такими могут быть максимальные потери. Теперь одна или несколько сделок не станут для вас не разрешимой задачей. А как только условия рынка станут более подходящими для вашего стиля торговли, получится быстро заработать ощутимую прибыль. Еще раз скажем про стоп-лосс и тейк-профит, которые крайне желательно выставлять по каждой сделке. Так как если вы не знаете, куда их поставить, значит точка входа не является оптимальной. И нужно воздержаться от такой сделки. При этом тейк-профит в пунктах должен превышать стоп-лосс минимум в 3 раза. Это означает, что если вы совершили даже 3 убыточные сделки, то за одну прибыльную сделку сможете вернуть все потери. При этом нужно обращать внимание на количество одновременно открытых позиций и то, по каким инструментам они открыты. На начальном этапе не рекомендуется открывать более одной сделки, чтобы была возможность контролировать ее. Но если вы выставили стоп-лосс и тейк-профит, а также лимит потерь на один позволяет, вы можете открыть еще одну сделку. Но в таком случае нужно понимать, не коррелируют ли эти сделки между собой. Из раздела фундаментального анализа вы больше узнаете о скоррелированных активах. Например, если открыта сделка на продажу по евро-доллар, то есть вы рассчитываете на укрепление доллара, то не стоит открывать сделку на покупку по доллар-швейцарский франк, так как с большей долей вероятности движения этих валютных пар будут совпадать. И если доллар будет расти по отношению к евро, значит и по отношению к швейцарской валюте он будет расти. Надеемся, вы будете придерживаться этих правил, и ваша торговля будет максимально дисциплинированной. Всего доброго!